голова первый ряд в колечко амигуруми провяжите 9 столбиков без накида соединительный столбик в крайнюю петельку второй ряд вяжем по спирали в следующую петлю сделаем прибавку далее столбик без накида чередуем прибавку и столбик без накида до конца ряда всего получится 5 прибавок и 16 петель в ряду третий ряд используем маркер прибавка два столбика без накида чередуем до конца ряда четвертый ряд прибавка столбик без накида чередуем до конца ряда все просто и никаких сложностей пятый ряд делаем прибавку провязываем 4 столбика без накида и так продолжаем провязывать чередуя до конца ряда шестой ряд шестого по одиннадцатый ряд включительно вяжем не делая прибавок провязываем существующее количество петель столбик без накида двенадцатый ряд два столбика без накида убавка чередуем до конца ряда напоминаю что вяжем голову бычка по спирали тринадцатый ряд тринадцатый ряд начинаем ряд с убавки делаем убавку за передние полупетли далее один столбик без накида чередуем до конца ряда четырнадцатый ряд убираем маркер с этого ряда он не нужен наполним голову холофайбером для удобства я вытягиваю рабочую петлю и цепляю за палец рабочую нить тоже фиксирую на пальцы при наполнении петля и нить не будут мешаться наполняйте равномерно плотно теперь будем делать убавки до полного закрытия отверстия убавку делаю через столбик в конце можно делать сплошные убавки советую придерживать наполнитель пальцем чтобы не цеплять его крючком при провязывании петель закончили обрежьте нить длиной около 20 сантиметров при помощи иглы стянем отверстие и выведем иглу с ниткой чуть в сторону на этом уровне этой ниткой позже пришьем голову к телу голова получается в форме шара распределите наполнитель при помощи крючка и руками можете в ладонях покатать деталь чтобы избавиться от неровностей и придать голове шаровидную форму ушки первый ряд в кольцо амигуруми провяжем 5 столбиков без накида сделаем воздушную петлю развернем вязание второй ряд во вторую петлю от крючка провяжем столбик без накида еще один столбик без накида следующую петлю провяжем полустолбик с одним накидом два столбик без накидом два столбика без накида друг за другом по основанию ушка провяжем три столбика без накида полустолбик без накида полустолбик без накида полустолбик без накида следующую петлю провяжем сразу два полустолбика с накидом задаем уху нужную форму далее полустолбик с накидом столбик без накида и соединительный столбик свяжите еще одно ушко и приступим к вязанию рожек 1 ряд первый ряд 4 столбика без накида в колечко амигуруми соединительный столбик в крайнюю петельку полустолбик без накида получится пять колосков посчитаем один два три четыре пять второй ряд провяжите пять столбиков без накида с этого ряда вяжем по спирали третий ряд пять столбиков без накида в конце сделаем соединительный столбик отрежем нить длиной 15-20 см свяжем в узел концы длинным концом пришьем рожки к голове короткий кончик при помощи крючка спрячем внутри рога вместо наполнителя свяжите еще один рог мордочка вязать мордочку буду из пряжи цвета кофе с молоком сделайте начальный узел наберите цепочку из 5 воздушных петель вязать вязать будем по спирали первый ряд во вторую петлю от крючка провяжем два столбика без накида со следующей петли два столбика без накида друг за другом далее в одну петельку три столбика без накида до конца ряда провяжите три столбика без накида друг за другом второй ряд начинаем с прибавки в одну петельку провяжите два столбика без накида далее столбик без накида снова прибавка два столбика без накида четыре столбика без накида друг за другом прибавка 4 столбика без накида следующую петлю следующую петлю сразу два полустолбика с накидом шесть полустолбиков с накидом друг за другом петлю далее два полустолбика с накидом в одну петельку со следующей петли шесть столбиков без накида друг за другом сделаем в конце соединительный столбик обрежьте нить и вытяните петлю пришьем уши к голове определяем переднюю часть головы я просто визуально оцениваю ряды не придерживаясь каких-либо правил ушки разместите на одном уровне отсчитав от центра 4 ряда ушки сложите так чтобы узелок оказался внутри зафиксируйте ушки булавками ставьте конец длинные нити в гобеленовую иглу пришейте ушко по кругу иглу заводите под ножку столбика на голове затем сверху за петельку ушко уделите расположению ушек и рожек время равномерно разместив их на одном уровне в конце в основании стяните края ушка выведите иглу в нижней части головы сделайте фиксирующий узелок прячьте нить внутри и отрежьте лишнее вставьте в иглу короткий кончик нити и выведите иглу в нижней части головы сделайте узелок спрячьте кончик внутри головы точно так же пришить второе ушко пришьем рожки ушки крепко пришиты теперь расположим между ушками рожки расположите симметрично так чтобы узелки оказались друг напротив друга и аккуратно пришьем по кругу иглу завожу под ножку столбика головы и сверху за петлю последнего ряда рога с мелкими детальками сложно работать порой мне приходится по несколько раз перешивать ушки рожки хвосты и другие мелкие детали у вязаных бычков оленей овечек но именно детали оживляют вязаную игрушку и ради этого стоит постараться поэтому если с первого раза не получилось ровно пришить смело отпарывайся детали и пришивайте заново в конце сделайте узелок спрячьте конец внутри головы и отрежьте лишнее пришить второй рог пришьем голову к телу вязаного бычка голова почти оформлена уже прорисовываются черты бычка теперь пришьем голову к телу приложите голову к телу так чтобы центральные точки головы и тела совпали фиксируем голову булавками не меняя положение крепко удерживайте голову и тело одной рукой а другой вставляйте булавки выглядит немного жутко но сейчас пришьем голову остальные детальки и получится миленькая вязаная игрушка пришиваем концом нити оставленным в конце последнего ряда иглу заводите под ножку столбика на теле затем под ножку столбика на голове не захватывайте полупетли которые очерчивают границу шеи бычка стежок за стежком не торопитесь хорошо стягивайте нить плотно пришивая голову к телу двигайтесь по кругу смещаясь по ходу спирали посмотрим на результат отлично получилось смотрите пришивали голову заводя иглу под столбик благодаря такой технике шов незаметен соединение выглядит аккуратным если пришивать обычным способом то стежки становятся заметны посмотрите какая разница у этого бычка голова пришита обычными стежками до конца до конца